Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 октября и сейчас я сниму маленький-маленький штрих, ой, видеоролик, вот последний штрих к теме удобрения. Я уже говорила, что удобрения у нас есть осенние, пролонгированного действия, к которым относится суперфосфат в первую очередь. Есть весенние, которые азот, селитраммиачные, вот эти магазинные, мочевина, некоторые тоже их вынуждены добавлять, потому что грунты бедные бывают. Есть вот калий, который можно и осенью, и весной, но есть удобрения или добавки к грунту, которые нельзя ни в коем случае вместе добавлять. Вот смотрите, когда я сегодня, нынче снимала осенняя подготовка почвы, я говорила, что кладу суперфосфат, но мне еще нужно провести известкование почвы, то есть добавить или мел, или известь пушонку, и казалось бы, что сложного, все вместе положил, перекопал, а нет. Нет, специалисты ни в коем случае не рекомендуют, даже запрещают в один прием добавлять суперфосфат и вот это вот известь содержащие, вот эти мел, известь пушонку и все-все-все, потому что эти два элемента, они вступают в реакцию и образуют нехорошее соединение, которое мешает потом растениям употребить. Короче, растения останутся и без кальция, и без фосфора. И на этот счет есть такое мнение, я вот осенью внесла суперфосфат, значит я буду кальций в виде вот этого мела, известь пушонки, вот всего-всего там, всего остального, буду добавлять весной. Для чего нужен кальций, все знают, профилактика вершинной гнили. Если вы хотите все это сделать осенью и если погода позволит, вот в старых справочниках написано, должно быть полмесяца перерыва между первым и вторым вот этим элементом. Если вы произвестковали почву, перекопали, то суперфосфат нужно вносить не раньше, чем через полмесяца. Тогда вот этот кальций, он, наверное, уже как-то там перейдет в такие формы, который не будет опасен для фосфора. И наоборот, если внесли суперфосфат, то можно выждать длительный период, ни завтра, ни послезавтра вносить нельзя. Не знаю, но указывается две недели, но мне кажется, это мое мнение, что за две недели этот суперфосфат, он как были гранулы, они так остались. Я все-таки думаю, я для себя решила, что если фосфор я сделаю осенью, значит кальций я буду давать весной. К осени точно мой весь суперфосфат, он уже там превратится, ну, он, короче, преобразуется. И моему кальцию, известь пушонки, он будет уже не товарищ, они уже не сцепятся, не сделается такое соединение, которое не воспринимают растения. И поэтому вот эти штрихи маленькие, добавлю, что начинающие огородники должны знать, что какие-то удобрения есть осенние, например, как фосфор, ну, суперфосфат, какие-то есть весенние азот, как мочевина и карбамид, мочевина и карбамид и селитра аммиачная. Какие-то, как калий серно-кислый, например, можно внести осенью, можно внести весной, но есть и удобрения, которые друг другу не товарищи. То есть суперфосфат в один прием с кальцией, содержащими вот этими нашими добавками, известь пушонка, рам, и мел, лучше вместе не вносить. Разделите их. Ну, раз уж суперфосфат у нас такого длительного действия, то лучше его вносить осенью, а известь пушонку можно добавлять, вот как я буду делать, можно добавлять потом при высадке рассады в каждую луночку, вот так вот намешивать и туда садить растение. Все, до свидания. У нас стоит прекрасное бабье лето, золотая осень. Нынче она позволила нам и убрать огород, и все удобрить, и все внести, что бывает очень редко. Конечно, в это время уже у нас иногда и снег лежит. В этом году год хороший, я надеюсь на такую же хорошую весну. Желаю вам грамотно, обдуманно внести все удобрения. Еще раз повторяю, что лучше внести меньше, чем внести, что попало, и то, что вы не знаете, потом испортить состав грунта. С удобрениями нужно быть очень осторожными. Всегда делайте по инструкции, никогда сверх нормы, которые указаны в инструкции, не добавляйте. Лучше пусть немножко будет меньше. Все, до свидания.